на тему жестокости, и это будет не глаз выпившего в пустыне, это будет полуофициальная газета 5 минут. 5 минут. Среда 23 апреля 2008 года. Страница 2. Достаточно большая статья о том, как в среде школьников усиливается нетерпимость друг к другу. То, о чем я утверждал, то, что нам показало российское телевидение в фильме «Школьная дедовщина», наконец выплыло и в Латвии. Оказывается, чему учит школа? Она учит, как надо обзываться, толкаться, либо строить жестокую физическую расплаву после уроков. Это будни многих рыжских школьников. Цитата. Обозвать. Толкнуть. Отобрать рюкзак. Жестокая физическая расправа после уроков за школой. Вот будни многих рыжских школьников. Это та жизненная школа, которую государство считает нужным навязать каждому молодому человеку. Каждому. В Латвии сейчас создано так называемое общество «Бейвпад и ГАСЛВ». И представитель правления этого общества, Ирзе Гринтале, с умным видом заявило агентству ЛЕТА, что именно школа – первая общественная среда, в которой дети должны учиться жить. Вот такая конструкция. Они должны. Почему должны? Почему ребенок обязан ходить в школу? Кто сказал, что это его долг? Почему в школу, как в тюрьму, ребенок должен идти? Когда преступник попадает на скамье подсудимых, ему за какие-то преступления присуждается срок, что он должен отсидеть в тюрьме столько времени. За какие преступления сажают наших или ваших детей в тюрьму под названием школа? Что они такого натворили? Что их надо поместить в клетку и пруда огромного заставлять из одной клетки переходить в другую клетку? Школа является тюрьмой. И настолько это однозначно, что вы можете увидеть очень простые параллели между школьной администрацией и тюремной администрацией. И там и там они командуют и имеют штаб надзирателей за подопытными кроликами, чье время расписано по минутам. И если те подопытные кролики нарушают правила внутреннего распорядка, их наказывают. И избежать этого наказания и самого присутствия в этом тюремном заведении у них нет совершенно никакой возможности. Здесь маленькая статистика есть. Был, так называемый, точнее, телефон доверия инспекции по защите прав детей. Представьте себе, что за 365 дней в году было более 22 тысяч звонков. Не 700, то есть 2 звонка в день. Не 7000, то есть 20 звонков. А 22 тысячи звонков. И представьте себе, на телефонном аппарате сидит девочка, психолог, закончила вуз. К ней звонит мальчик и говорит, меня только что избили. Что может сделать такая девочка? А ничего. Надо сказать ему, ну не плачь, дорогой, синяки пойдут в свадьбе. Он все заживет. Если нас на улице кто-то избивает, мы бежим в полицию, пишем заявление и полиция обязана начать уголовный процесс. Другое дело, что она часто этого не делает. По разным причинам. Не можно найти обидчиков. Но обидчики в школе всем известны. В том пределах. Это происходит в своем же классе. И учительница, и директор школы, и классный руководитель. Они все знают племенно обидчиков. Но почему же они тогда не встают на сторону путеведшего? И почему это происходит систематически во всех школах? В этом нет ничего хитрого и ничего сложного. Это печальная истина, что чиновник под названием учительница закрывает глаза на страдания детей. Это не ее дело уменьшать страдания детей. Ее дело написать отчет и смыться после работы. Чем же занимается ректор или директор школы? А он занимается тем, что берет побои с родителей. Вот была статья вести сегодня 4 апреля 2008 года. Вот это лицо. Теперь это уголовник. А был когда-то. А ректор высшей школы педагогики. Потом его понедельник стал директором иреческой коммерческой гимназии. А теперь сидит за то, что непомерно много собрался родителей. Лестница, которую надо было на теле стоило 3 салата. А он их собрал в раз 10 больше. И теперь будет сидеть. Вот уроки, которые дает, так сказать, юному поколению, старшее поколение. О том, как педагоги берут взятки и становятся уголовниками. То есть человек был в одной конторе под названием школа и перебрасывался теперь в другую контору под названием тюрьма. Большой разницы нет. К сожалению, к сожалению, ситуация типична. Это и в России, это и в Латвии, это и в Америке, и в США. Это настолько типично, что все закрывают глаза, как будто так оно и должно быть. Нет, так не должно быть. Должны быть выборы у родителей. Если ребенок не хочет по каким-то причинам учиться в школе, то родители должны иметь право подобного ребенка учить дома для того, чтобы раз в полгода пойти и сдать экзамен. И все. И таким образом от государства получили корочку. То, что он закончил, получил аттестат на среднем образовании. Ведь нет ничего хитрого, ничего умного. 111 лет назад в царской империи якобы душительницы всего и всяческого прогрессивного были проведены такие правила для гимназистов. Гимназисты многие, очень многие, учились дома. Только раз в полгода или раз в год приходили на экзамены. И ничего стартого не было. И выучивались. А теперь я вам напомню одну достаточно грустную исповедь школьного учителя. Джон Теллар Гатто написал эту книжку в 92 году в штатах. До нас она дошла не так давно в 2006 году. Совсем чуть-чуть. Но актуальность ее никуда не потерялась. Потому что в школу, как было тем, это и осталось. И никто даже не помышляет, что школы это анахронизм. Это дебилизм. Это никому не нужный инструмент подавления и любознательности, и свободномыслия у детей, и просто-напросто чувства собственного достоинства. То есть, школа является инструментом насилия над ребенком. Вот что говорит Гатто на странице 51. Я хочу рассказать вам, как влияет на наших детей тот факт, что у них отбирают все время. Время, которое им требуется, чтобы взрослеть. И заставляют тратить его на абстракции. Ну, я вспоминаю сам лично о синусах и косинусах. Зачем их надо было знать? Если бы взял, открыл справочник и посчитал. Перед компьютером. Вообще, это бестолковые часы, выкинутые непонятно. А на что? Синусы и косинусы. И это при том, что я люблю математику. У меня было пятерка по математике. Я лучше всех решал задачи по математике. Итак, вам необходимо это услышать, говорит Гатто. Детям, которых я учу, безразличен мир взрослых. Пункт 2. Дети, которых я учу, не проявляют почти никакой любознательности. Пункт 3. У людей, которых я учу, очень слабое представление о будущем. 4. Дети, которых я учу, антиисторичны. Они понятия не имеют о том, как прошлое предопределило их собственную жизнь. 5. То, что касается как раз данной системы насилия в школах. Дети, которых я учу, жестокие по отношению друг к другу. Им не достается страдание. Они смеются над проявлениями слабости. Они презирают людей, чья потребность помощи появляется слишком очевидна. 6. Дети, которых я учу, чужды, близкие, откровенные отношения. 7. Дети, которых я учу, прагматичны. Они подражают учителям, оценивающим все количественно. 7. И телевизионным наставникам предлагающим на продажу все на свете. 8. И восьмой пункт. Дети, которых я учу, зависимы, пассивные перерывки перед лицом неизвестности. Вот плоды образования. Вот сумерки просвещения. Есть, конечно, более собственные выводы этой наркомании. Это и ранее преступность разбиваться в банды. Это и самоубийство, когда ребенок не видит смысла в жизни. Но об этом в следующий раз. 11. 12. 14. 15. Продолжение следует...